Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своем канале. Продолжаем работать с текстами Писания. Сегодня я хочу этот видеоматериал начать с пророчеств Нострадамуса о Единобожии. Дабы не порочили честь пророка всевозможные священнослужители, я сейчас вам зачитаю этот Катрен и буду подтверждать его словами Иисуса. Божественное слово прогремит с небес. Другие больше не смогут продолжить. Великое Откровение тайно раскрыто. Отныне все верят в Единого Бога. Итак, пророк Нострадамус тоже говорит об Единобожии, о том, что будущее мира в Единобожии. Обратите внимание, конечно же, речь идет у нас об Утешителе. Божественное слово, то есть доказательство, прогремит с небес. Другие больше не смогут продолжить, то есть их деятельность прекратится. В конце концов, люди придут к пониманию того, что человечество должно уверовать в Единого Создателя. И сегодня я с вами об этом хочу поговорить. Очень стыдно в 21 веке называть Иисуса Богом. Да, безусловно, Он Бога-человек, и мы должны стремиться к Его совершенству, поскольку тоже должны быть такими же праведниками для того, чтобы перейти на новый уровень развития. Но нельзя путать Мессию Иисуса с Господом Богом, с нашим Создателем. О Единобожии Он говорит неоднократно на протяжении всех текстов Евангелия. Чего только стоит Его первая заповедь, которую до сих пор многие из вас не знают полностью. И меня обвиняют в том, что я якобы подменяю тексты. Я вам зачитаю сейчас вот эту вот строчку. Это у нас Святое Благовествование от Марка, глава 12, 29 стих. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. Это первая из всех заповедей. Итак, есть Господь единый. Я еще сейчас зачитаю вам цитату для того, чтобы вы понимали, что это не пустые слова. Святое Благовествование от Иоанна, глава 5, стих 44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от Единого Бога, не ищите? От Единого Бога найдите это словосочетание для того, чтобы вы понимали, что Иисус говорит о Единобожии. И кто же этот Бог? В текстах четко прослеживается имя Вседержитель. Иисус не обозначает имя Бога. Он говорит систематически о том, что это Отец Небесный, для того, чтобы люди не путались. И Он открывает имя Единого Бога, Единый Бог. Для того, чтобы понять, какая конкретика внесена в тексты, я сейчас вам зачитаю цитату. Итак, это у нас Евангелие от Матвея, глава 11, стих 25. Иисус сказал, славлю тебя, Отче, Господа, небо и земли. Итак, значит, Отец Небесный, наш Отец, это Господь неба и земли. Это наш Творец, наш Вседержитель. Несмотря на то, что у нас в текстах Нового Завета есть очень скользкая фраза по поводу того, что якобы Иисус сотворял мир, мне бы хотелось, чтобы вы поняли, что сам Иисус дает нам конкретику понимание того, что небо и земля были сотворены Отцом Небесным. И эти слова я хочу подтвердить словами из пророчеств Ездры, глава 6, стих 6. Тогда я помыслил, и сотворено было все мною одним, а не через кого-либо иного, и от меня так же последует их конец, а не от кого-либо иного. Смотрим тексты дальше. Вот эта тема четко прослеживается у нас и в текстах Корана. И я сейчас вот зачитаю вам ту мысль, которая там озвучена по поводу того, что вы должны уверовать в Творца, а не в Творение. Итак, Иеремия, глава 10, стих 11. Так говорите им. Боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Итак, если вы хотите понять, является ли Богом та или иная личность, вы должны задать себе вопрос. А сотворила ли эта личность небо и землю? И если да, то безусловно, это наш Создатель. Теперь вот сейчас зачитаю еще тексты Вет, для большей достоверности. Ибо Бог Творец един над всеми землями и над всеми мирами. В текстах Корана говорится о том, что Он Господь всех миров. Опять идентичные тексты. Дорогие мои, вот Нострадамус пытался передать нам то, что будет единобожие. И что в конце концов придет человек, который обозначит единобожие. И другие больше не смогут продолжить, поскольку все их учения будут ложными. И вся их информация будет ложной. И поскольку те течения, которые озвучивают только определенное течение, или работают в определенном направлении, представители определенных конфессий, и пытаются поссорить людей разных конфессий, эти люди отпадут одномоментно. Поскольку, вот, все тексты и тексты Нострадамуса доказывают о том, что придет человек с единобожием и будет доказывать его. И докажет. И закроет всем ты. Итак, я сейчас зачитаю вам еще святое благовествование от Иоанна, глава 8, стих 54. Иисус отвечал, если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. Иисус конкретно говорит, Отец Мой Бог ваш, а не я Бог ваш. Это для дилетантов, которые в текстах не понимают. Иоанн, глава 5, стих 43, 44, 47. Прямо перечитаю вам эти цитаты. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте меня. Если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы которой от единого Бога не ищите? Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Конечно же, у нас на сегодняшний момент Писание решили отбросить. Никто не верит в том, что они достоверные. Словам Иисуса никто не верит. Каждый придумывает какие-то новые каноны. А не пора ли нам пересмотреть то, что на сегодняшний момент считаете основой православия? Либо озвучить эти каноны в более жесткой форме. Итак, для того, чтобы вы понимали, что Иисус у нас пришел от Отца, и Он и Отец это не одно и то же. Зачитаю еще цитаты. Семнадцатая глава, послание к Фессалоникийцам. Так, третий, пятый, двадцать шестой. Дознает тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Двадцать шестой стих. «И я открыл им имя Твое, Единый Бог». Отец Небесный это Единый Бог, Бог Вседержитель. Для того, чтобы не было путаницы, Иисус пришел с этим именем. Деяния Святых Апостолов, тридцатая глава, так, Деяния Святых Апостолов, второй стих, не буду я сейчас углубляться, цитату зачитаю. «И так твердо знает весь дом Израиль, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Кто соделал его Христом и Господом? Бог соделал. Поэтому вы должны правильно понимать фразу «я и Отец одно». Это не значит, что это одна личность. Нет. Это значит Бог. В полноте силы, через Духа Святого присутствовал в нем. И показывал свои чудеса. Не своими руками он все это делал, Иисус. Все это делал Бог Вседержитель, Бог Творец. Господь Солнца создавший, землю создавший, небо создавший. Господь небо и земли. Ну, теперь-то вам понятно, дорогие мои. Уж пора открыть книги, помимо букваря. Поскольку они оставлены нам для того, чтобы справиться с нашим невежеством. 21 век на носу. Всего вам доброго, до следующих встреч. До встречи.